Девушки отдыхают Противника войти с ним в соприкосновение и доложить своему командованию, для того, чтобы командир части принял решение о дальнейшей жизни. Также, естественная задача это оценить силу противника, с которым они сталкиваются. Но, собственно, силы противника мы видим прямо перед собой. Это подразделения германской армии, расположившейся около Каушена, и немецкие артиллеристы. Мы видим здесь батарею и их расчеты. И вот разъезд русской кавалерии оказался в прямой видимости от германских окопов. Мирные жители забегают в дома. И мы видим уже боестолкновение. Кавалерия, получив отпор, с германских позиций идет обстрел русской кавалерии. Кавалерия, пулеметы, огонь из стрелкового оружия. Тогда, в августе 1914 года, командующий конницей русской армии на этом участке герал-лейтенант Канна Кичеванский отдал следующий приказ. Неприятель отходит на Гульбинер. Правофланговая 28-я дивизия нашей армии авангардом дошла до Радишин. Для действия во фланг у пил противника я решил двигаться на инстант, для чего дивизия 9,5 часа утра сосредоточилась на фронте. Восемь часов утра были высланы разъезды под командование офицеров в количестве 12 всадников каждой от сводной кавалерийской дивизии, которые вошли в боестолкновение с частями противника. Командующий принимает решение атаковать неприятельские позиции. Вы видите, как пехотное подразделение русской армии рассыпается в цепь из походной колонны для дальнейшего наступления на германские части. Пустить сразу же в бой кавалерию было бы достаточно непродуманно, потому что находящиеся в окопах, хорошо вооруженные стрелковым, булеметным вооружением германские части, мы видим здесь и артиллерию, для кавалерии были бы достаточно крепким орешком. Поэтому сначала командующий принимает решение выбить противника силами пехоты. Кавалерия у нас, как вы видите, концентрируется на левом фланге русских позиций. И мы вот видим начало огневого боя. Русская пехота ведет огонь с коленом и стоя. Германские части отстреливаются, прикрываясь зданиями и окопами. Напомню, что германские части на этом участке в то время было это части ландвера. То есть аналог нашего ополчения второй волны. Отвлекая на себя внимание вражеской пехоты, в атаку пущена кавалерия. И вот вы видите здание посты, как сначала ввести огонь русская артиллерия. Гаупицы бьют из-за леса. И бьют они достаточно эффективно. Одно из строений уже разрушено. Но атака кавалерии на окопы, как и следовало ожидать, провалилась. Вот одинокий кавалерист решил атаковать немецкую пушку в одиночку. Немцы несколько обескуражены. Таким движением... Пока даже не представляю, что делать. И вот мы видим, как оказалась захвачена вражеская батарея, фактически оказавшаяся без прикрытия. Немецкие части вынуждены отступить. потому как с минуты на минуту при прибытии наших солдат пушки могут быть развернуты в их сторону основная масса кавалеристов отходит обратно часть кавалеристов спешивается и находится в охране у арбитых орудий ждут подхода основных частей нашей пехоты возможно попробуем перевернуть орудие и открыть огонь по противнику канаводы уводят лошадей в безопасное место ведь они отвели их немного левее батареи даже когда обученные лошади все равно порой боялись выстрелов от взрывов сами понимаете что сейчас лошади у нас не очень обстрелены поэтому тем более это необходимо вот это орудие разворачивается в сторону противника который закрепился за рожатками и отходит дальше по направлению на гумбину и вот уже кавалеристов полностью в руках русской армии бывшие немецкие окопы занимаются русской пехотой стил германской позиции подходит подкрепление выверите между домами вот сейчас немецкое подкрепление встало на колено и ведет огонь рядом с домами русские части устанавливают пулемет и ведут огонь по противнику второй пулемет гонская пулеметная команда передвигается на левом фланге русской армии и вот наконец на доселе артиллеристы вызванные из тыла это представители первой генерской артиллерийской бригады они начинают работу с орудием все время германские резервы все более и более подтягиваются и занимают позиции на окраине гумбина в данном случае роль германского резерва у нас играют реконструкторы реконструирующие австрийскую армию но на данном участке конечно же австрийской армии не было но по форме вы видите что отличия между германскими частями есть и прежде всего наиболее видны это отличия в разных городах кстати это клубы реконструкции из славянских государств из Чехии, Словакии, Польши которые реконструируют австрийскую армию так мы видим что происходит перегруппировка одно из орудий установлено по центру русской позиции второе остается на фланге это не осталось незамеченным и со стороны германских позиций выведем начался артиллерийский обстрел германское полевое орудие везет огонь по русским позициям и пытается не давать возможность русской артиллерии занять огневые позиции это уже начало двадцатого века поэтому связь на поле играет большое значение обратите внимание что рядом с артиллерийским расчетом находится человек, который вот чуть-чуть впереди держит что-то у уха и передает команды это связист по полю протягивается еще и линия связи первые мировые связисты уже активно работали на поле боя вот выстрел русского орудия достиг цели обстреливаются германские полевые позиции вот там в районе Рогаток тем временем и германская артиллерия также ведет огонь вы видите как на бывших германских позициях сейчас занятой русской императорской армией горит трава она подужена германской артиллерии что конечно же затрудняет ведение боя с русских позиций работает пулемет Максима который у нас чаще называли просто Максим на поле у нас представлена модификация 1910 года несколько пулеметов сейчас у нас на поле видите как офицер указывает цели и пулеметчик обстреливает указанные цели на поле 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 пехоты. Но германские позиции оказались достаточно сильно укреплены. У немцев большое количество пулеметов, поэтому плотность огня весьма высока. Блист это на германские гаубицы, которые находятся за деревьей, открыли буквально шквальный ураганный огонь по полю боя. Германские части отступили от этих позиций, но и практически вся русская рота полегла перед немецкими линиями. Тем временем справа германского фланга. При этом обратите внимание, что в результате атаки несколько русских солдат попали в плен к немцам на этом участке. Работают санитары с обеих сторон. Если вы посмотрите слева от центра позиции, вы увидите русских солдат с белыми повязками на рукавах. Там импровизированный пункт оказания первой медицинской помощи. Туда санитары полковые относят раненых. Там им оказывается первая до врачебная медицинская помощь для дальнейшей отправки в Тур. На поле боя у нас периодически слышны свистки. В то время звуки от огня были достаточно сильные, поэтому командовать голосом было весьма проблематично. Для того, чтобы привлечь внимание своих солдат, в частности для прекращения стрельбы или начала атаки, подавалась команда трельевых стрелков. В центре позиции у нас происходит рукопашная схватка, которая, правда, не привезла результата ни одной из воюющих сторон. Некоторые солдаты пытаются, раненые, сами доползти. Вот барабанный бой. Почти что психическая атака. Ну и встречает огонь русской артиллерии. Они вынуждены залечь и контратака русского взвода. На центральном участке у немцев не удалось достичь успеха. Но мы видим, что часть русских солдат опять попадает к немцам в плен, причем попадает в плен с оружием. Тем временем немцы осторожно загибают свой правый фланг, пытаясь охватить русские окопы, находящиеся вот здесь, в районе недалеко от Гумбилина. А тем временем из прусских кавалерийских частей... Также часть германских солдат попадает в плен в одноцентральном участке, в плен к русским. Но продолжается контратака. Как я уже говорил, немцы пытаются заглють фланг, тем самым взять в клещи то подразделение русской армии, которое находится сейчас в окопах в центре. И вот на помощь подоспевает еще одна рота из резерва. Из походного порядка рота рассыпается в предыдущий поток в боевой порядок. И с бомбой вступает в бой. На первом плане на час проходит кавалерийский разъезд Александрийского и Бесарского полка. Попытка немцев произвести охват нашего фланга оказалась неудачной. За этим след следует контратака русской кавалерии на германскую пехоту, которые оказываются в поле, пытаются собраться вместе, для того, чтобы их потери были минимальные. Им действительно удалось это сделать. Кавалерия фактически проскочила по пустому пространству, но там ее встречает вот там на дальнем плане уже германская кавалерия. И мы видим с вами встречную кавалерийскую атаку. Общего удара двух конных масс не получил. И командиры кавалерии русской и германская армия приняли решение выйти из боя. Потому что прежде всего, конечно, для кавалерии нужен удар на скорости. И вот смотрите, что делают немцы. Тех самых пленных, которые были взяты в плен в двух предыдущих атаках, они гонят перед своим строем, прикрываясь ими. Русские солдаты не решаются открыть огонь по своим. Офицеры приказывают своим солдатам открывать огонь, по возможности стараясь не попадать под своим, насколько это можно. Кто-то из пленных сам падает, кто-то падает, тот выстрел от германцев. И вот ураганный огонь русских пулеметов и ручного обнестрельного оружия отгоняет германцев. И эта их атака, даже произведенная с такой областью, оказалась безрезультатной. Германцы в беспорядке вынуждены отступить. Германские офицеры пытаются перевести в порядок отступившие части. Загоняют их обратно на позиции. И вот уже вторая рота, прибывшая из-под перепрессии. Полный рост идет на германские позиции. На правом немецком фланге вы видите, как немцы вынуждены сокращать линии фронта. Они также отступают. Но под действием пулеметного огня немцев наша пехота залегла в центре позиции. И чтобы как-то выйти из этого выстрела из винтовок, для него не страшнышки. Более будут не страшны для него гавалерийские шашки. В то время гавалерийские предпринимают отчаянную атаку на немецких гавалерийских. Часть наших флористов получила ранение. И вынуждены отходить с полюбовую. А русские гавалерия продолжают рейд по германским пылам. Она уже сделала обход и уходит обратно в нашу пыль. А немецкий броневик тем временем ползет в центре поля Б. И удешевляет его как гриб появлением. Пушки будет, конечно же, очень сложно. Поэтому сейчас посмотрим на результат этой дыры. И вот действительно, услышав выстрелы из кушек, немецкий бронеавтомобиль решил отступить. Он дает задний ход для того, чтобы выйти из зоны обстрела русского артиллерийского орудия. А в центре позиции у нас продолжается бой, подошедший из резерва. Третья рота ведет огонь по противнику. Часть деревни у нас уже сожжена. Мемцы предпринимают попытку контратаки на своем правом фланге. Эта контратака оказывается безрезультатной. Ибо попадает под пулеметный, кинжальный пулеметный огонь на левом русском фланге. Часть же солдат, все-таки добежавших до русских позиций, погибают на шпитах наших гренадеров. И вот командир роты отводит из-под обстрела свою роту, уходящую в тыл. Завязывается кавалерийская дуэль. А тем временем нашим артиллеристам удалось подбить германский броневик. Экипаж покидает машину. И кавалеристы двигаются уже к неподвижной цели. К цели захвата пленных и уничтожения немецкого пулеметного расчета. Пулеметного мотоциклетного расчета, который вот вы видите сзади в роли автомобиля. Кавалерия уходят дальше в рейд по германским тылам. И скорее всего, когда они будут возвращаться, они как раз столкнутся с германской кавалерией, которая возвращается из боя по русским тылам. Так что ожидаем за деревней конную шипку. И мы видим, как в центре позиции, прикрываясь к тем, что вся кавалерия задействована во встречном бою, концентрируется русская пехота, офицеры дают команду, и русская пехота идет в атаку. Немецкие части вынуждены отступить. Очень высокая плотность огня на этом участке. Стреляют перемоты, русские. Для поддержки атаки на центральном участке мы видим, как перебрасывается резерв на правом фланге. Пехота идет в походной колонной. И сейчас по приказу командиров будет рассыпано и будет участвовать в атаке на немецкий реальный план. Немцы уже покинули свои передовые позиции в районе Рогаток, перешли к окопам. На поддержке русской армии прибывает наш бронеавтомобиль. Поименаемый именем гералок Валерий Брусилова. За броневиком движется кавалерия. Как только германские части начнут покидать свои окопы, во-бегущему противнику ударит кавалерия. Возьмут шашки и в пике. Так и делалось тогда. Видите, как под массированным огнем германской пехоты воинами вынуждена была залечь русская пехота. Она собирается, концентрируется и скоро пойдет в атаку на неприятеля, который уже начинает покидать первые свои окопы. В бой вступает кавалерия. И вот общая атака русской пехоты. И вот общая атака русской пехоты. И вот действительно в результате столкновения двух германских пехотных дивизий Маккензена с тремя русскими дивизиями южнее Гульбимена германцы произвели, как вы видите, несколько неудачных атак. Понесли тяжелые потери около 10 тысяч человек. И вот сейчас, после полуфия, 20 августа, бой завершился отступлением. 35-я германская пехотная дивизия в беспорядке покидает поле сражения, оставив на нем 12 орудий. Отступление 35-й дивизии оказало неизбежное влияние и на 36-ю германскую дивизию, части которой последовали примеру своих соседей. Русская атака.